Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623. О Генри. Новая сказка из «Тысячи и одной ночи». Читает Геннадий Постригайло. Великий город Багдад над подземкой переполнен калифами. В его дворцах, на его базарах, в чайханах и в переулках толпами скитаются айрашиды во всех обличьях, ищущие развлечения и жертв для своей необузданной щедрости. Вряд ли найдется в Новом Багдаде хоть один смиренный нищий, которому они позволили бы без участия с их стороны наслаждаться своей дневной добычей, или хоть один горемычный банкрот, которого они не пожелали бы снабдить средствами для новых злоключений. Вряд ли найдется в Багдаде хоть один голодающий, которому не случалось потуже затягивать пояс в сооруженных на их пожертвованиях публичных библиотеках, или хоть один скромный служитель науки, которого они не вгоняли бы в краску, сваливая в праздники на его порог корзину с увенчанной сельдереем индейкой, под восторженные клики газет, всегда готовых прославлять калифское великодушие. И по кишащим горуными улицам с великой опаской прокрадываются одноглазый дервиш, маленький горбун и шестой брат цирюльника, тщетно стараясь ускользнуть от пиратствующей орды попечительных султанов. Можно без скуки провести ни одну ночь, слушая изумительные повествования о тех, кому удалось уклониться от благодеяний расточаемых армией повелителей правоверных. До утра можно сидеть на волшебном коврике и внимать рассказам о могучем джине Рок Ф. Л. Эре, Рокфеллере, который подослал сорок разбойников выкачать нефтяной фонтан Алибабы. О добром калифе Корнеге, который раздавал дворцы направо и налево, о Синдбаде-горе-плавателе и его семи путешествиях среди островов на деревянных пароходах для воскресных экскурсий, о рыбаке и бутылке, о пирах за табльдотом владетеля дешевых меблированных комнат Бармекида, где пирующие таинственным образом никогда не насыщались, и о том, как Алладин достиг богатства при помощи своего чудесного газового счетчика. Но так как теперь имеется десять султанов на одну шахерезаду, ей уже нет нужды бояться рокового шнурка. В результате искусство рассказа приходит в упадок. И чем усерднее калифы низшего ранга занимаются травлей беззаботных бедняков и смирившихся со своей участью несчастливцев, стремясь выгнать их из-под укрытия и обрушить на их головы свои причудливые щедроты и фантастические милости, тем чаще приходит из арабских штабов известие, что пленник не пожелал отвечать на вопросы согласно анкете. Именно этим недостатком откровенности со стороны актеров, разыгрывающих печальную комедию нашего измученного филантропии мира, и объясняются некоторые несовершенства, рассказанные ниже и с трудом по зернышку и по колоску собранной истории, которую мы предлагаем вам под названием «История калифа, пытавшегося облегчить свою совесть». Старый Джекобс Прагинс подошел к дубовому буфету стоимостью в 1200 долларов, налил в стакан шотландского виски, добавил содовой воды и выпил. Под влиянием этого напитка его, видимо, осенило вдохновение, ибо он хватил кулаком по дубовой панели и громогласно заявил, обращаясь к своей просторной и в настоящую минуту пустой столовой. «Побей меня, Бог, все дело в этих десяти тысячах. Кабы свалить это с плеч, мне бы, может, и полегчало». А теперь, заинтриговав вас с помощью этого простейшего приема нашего ремесла, мы затормозим действие и предложим вашему вниманию миниатюрную биографию, начавшуюся пятнадцать лет тому назад. Когда старый Джекоб был молодым Джекобом, он работал отбойщиком в пенсильванских угольных шахтах. Мы не знаем, что такое отбойщик, но по нашим наблюдениям главное его занятие состоит в том, чтобы стоять со скорбным взором и с обеденными сутками в руках возле угольной кучи, пока репортеры фотографируют его для воскресного фильетона. Ну, так или иначе, Джекоб был отбойщиком. Но вместо того, чтобы умереть от изнурения в возрасте девяти лет и оставить своих престарелых родителей и великовозрастных братьев на попечение забастовочного комитета, он покрепче застегнул подтяжки, стал время от времени вкладывать доллар другой в разные сторонние предприятия и к сорока пяти годам оказался обладателем капитала в двадцать миллионов долларов. Вот и все. Признайтесь, что вы даже зевнуть не успели. А я видал биографии, которые... Ну, впрочем, не будем отвлекаться. Наше знакомство с Джекобом Спраггенсом Эсквайером начинается в тот момент, когда он достиг седьмой стадии своей карьеры. Прочие стадии суть следующая. Первая — скромное происхождение. Вторая — заслуженное повышение. Третья — акционер. Четвертая — капиталист. Пятая — трестовский магнат. Шестая — богатый злоумышленник. Седьмая — калиф. Восьмая — икс. Восьмая стадия относится уже к области высшей математики. В возрасте пятидесяти пяти лет Джекоб удалился от дел. Деньги продолжали притекать в его карманы. Доходы от угольных шахт, железных рудников, нефтяных промыслов, домовладений, железных дорог, заводов, корпораций. Но это уже была не просто нажива. Не сырой, так сказать, продукт, а стерилизованная прибыль. Отмытая, прокипяченная и дезинфицированная. Поступавшая к нему из наманикюренных рук его личного секретаря в виде незапятнанных, сияющих белизной чеков. За три миллиона долларов Джекоб приобрел в собственность дворец на углу Набоб-авеню в Новом Багдаде и почувствовал, что его плечи облекает порфира покойного Гарун Аль-Рашида. Без дальних церемоний он заправил ее себе под воротник, повязал спереди в виде галстука и занял свое законное место в сонме патентованных угнетателей нашего месопотамского пролетариата. Когда человек настолько разбогател, что из мясной лавки ему присылают именно тот сорт мяса, какой был заказан, он начинает думать о спасении своей души. Не упускайте, однако, из виду описанных выше стадий или градаций богатства. Если вы спросите богача о размерах его состояния, капиталист подсчитает вам все с точностью до одного доллара. Трестовский магнат даст приблизительную оценку. Богатый злоумышленник угостит вас сигарой и прибавит, что слухи, будто он купил Н.И.Ч.Ж.Д., ни на чем не основаны. Калиф только улыбнется и заведет разговоры о гаммерштейне и опереточных певичках. Говорят, что однажды в харчевне, где бы хорошо покушать, произошла за завтраком ужасающая сцена между трестовским магнатом и его женой из-за того, что жена оценила их состояние на три миллиона долларов выше, чем ее супруг. Дело кончилось разводом. Ну что ж, бывает. Я сам был свидетелем подобной же перепалки между супругами, возникшей от того, что муж обнаружил у себя в карманах на пятьдесят центов меньше, чем ожидал. Все мы люди, все человеки. Граф Толстой, Эр Фитт Симмонс, Питер Пен и прочие. Не огорчайтесь тем, что наш рассказ как будто превращается в морально-психологический этюд для интеллигентных читателей. Будет вам и диалог, будет и действие. Потерпите только еще минуточку. Когда Джекоб впервые начал соотносить размеры игольного ушка и верблюдов, разгуливающих в зоологическом саду, он решил вступить на путь организованной благотворительности. Он велел секретарю послать всеобщей благотворительной ассоциации земного шара чек на один миллион долларов. Вы, возможно, с тоской заглядывали за решетку над подвальным окном какого-нибудь склада, если вам случалось уронить туда монетку достоинством в один цент. Но это к делу не относится. Ассоциация своевременно уведомила отправителя о получении его письма 24 числа сего месяца с вложением ценностей согласно описи. А затем Джекоб Спрагенс прочитал в «Вечерней газете», отделенная, правда, чертой от рубрики курьеза дня, но все же неприятно с ней соседствующая, лаконичное сообщение о том, что некто Джаспер Спрагиус пожертвовал один миллион долларов в пользу ВБАЗШ. Говорят, что у верблюда есть отдельный желудок для каждого дня недели. А вот есть ли у него усы, я не знаю, но если есть, то даже кончик его уса не просунулся в игольное ушко в связи с данной попыткой данного богача проникнуть в Царство Небесное. Этот старинный концерн слишком хорошо охраняется. Дирекция оставляет за собой право отвезти любую кандидатуру. Подписано Святой Петр, секретарь и по совместительству привратник. Затем Джекоб выискал самый богатый колледж и пожертвовал ему 200 тысяч долларов на оборудование научных кабинетов. В колледже не занимались точными науками, но деньги взяли и употребили на устройство научно оборудованных клозетов, в чем жертвователь не усмотрел существенной разницы. Собрался ученый совет и постановил просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом БК и Лавра. Так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы и приглашение было отослано. Накануне того дня, когда Джекобу предстояло облечься в ученую мантию, он прогуливался по территории колледжа. Мимо беседуя прошли двое профессоров, и голоса их, натренированные в аудиториях, по нечаянности долетели до его слуха. — Вот он идет, — говорил один из профессоров. — Этот новейший формаций пират индустрии, вздумавший купить у нас порошки от бессонницы, завтра он получает свой диплом. — In for a conscience. — Латинское выражение, означающее «перед судом совести». Ответил другой. — Эх, шарахнуть бы его как следует, ведь кирпича просит. Джекоб не знал латыни, но намек на кирпичи до него дошел. И чаша с ученым напитком, купленным так дорого, оставила горечь на его устах. Эликсира забвения в ней не оказалось. Это было еще до того, как прошел закон против фальсификации пищевых и лекарственных продуктов. Джекоб разочаровался в благотворительности широких масштабов. — Нужно самому увидеть тех, кому делаешь добро, — решил он. — Поговоришь с человеком, услышишь, как он тебя благодарит, ну и станет легче на сердце. А жертвовать разным обществом и организациям — это все равно, что бросать монеты в испорченный автомат. И Джекоб пошел туда, куда его вел Нюх, в самый грязный квартал, к обитающим самых жалких бедняков. — Как раз то, что мне нужно, — сказал он. — Зафрахтую два парохода, насажаю туда бедных детишек, погружу, скажем, десять тысяч кукол и барабанов и тысячу мороженщиц, и повезу малышей кататься по проливу. Пусть их ветерком обдует. Авось сдует и немного грязи с этих денег, будь они неладны, которых столько лезет ко мне в карман, что я даже не успеваю придумывать, куда их сбагрить. Но, вероятно, Джекоб как-нибудь проболтался о своих благотворительных планах, ибо внезапно перед ним возник здоровенный Верзила с бритой физиономией и ртом такой формы и таких размеров, что взгляд невольно искал над ним надпись для писем. Верзила зацепил Джекоба согнутым пальцем за талию, затиснул его в угол между будкой цирюльника и урной для мусора, растворил свой почтово-ящичный рот и выпустил вереницу слов, гладких и вежливых, словно затянутых в белые перчатки, но чувствовалось, что из-под мягкой лайки в любую минуту может выставиться костлявый кулак. А вы, почтеннейший, знаете ли, где находитесь? Нет? Ну-ка я вам объясню. Этот квартал состоит в ведении Майка О'Грэйди, и другим сюда нечего соваться. Здесь только Майк утирает слезы сироткам, и ежели надо устроить пикник или там раздачу воздушных шаров, так это делается на деньги Майка, а не на чьи-нибудь посторонние. Понятно? Не садитесь за чужой стол, а не то вам поднесут закуску, которая вам не понравится. Поналезло сюда всяких устроителей, да исправителей, да социологов, да миллионеров. Места вам другого нету, во что приличный квартал превратили. Профессора ваши, да студенты толп помешляются, у киосков сельтерской свалки устраивают. От автобусов с экскурсантами податься некуда, местные жители на улицу выглянуть боятся. Нет уж, вы предоставьте их лучше Майку, они ему свои, он знает, как с ними обращаться. А вы безобразничаете в своей части города. Ну как, папаша, уразумели? Или еще хотите поспорить с Майком, кому тут разыгрывать Деда Мороза? Ясно было, что этот участок благотворительной нивы уже застолбован. И Калифс Прагенс перестал тревожить народ на базарах из Цайда. Силис избавиться от излишков все растущего капитала, он удвоил свои пожертвования благотворительным обществом, подарил Союзу Христианской Молодежи в своем родном городке коллекцию бабочек стоимостью в 10 тысяч долларов и послал голодающим в Китае столь солидный чек, что на него можно было бы вставить всем тамошним богам глаза из изумрудов и зубы с пломбами из бриллиантов. Но ни одно из этих добрых дел не принесло покоя сердцу Калифа. Он попытался внести личную нотку в свои благодеяния, давая на чай коридорным и официантам по 10 и 20 долларов, и эти быстроногие ганимеды потешались над ним за его спиной, хотя почтительно принимали от других вознаграждение более соразмерное своим услугам. Он отыскал бедную, но талантливую и честолюбивую молодую актрису и купил ей первую роль в новой комедии. И на этот раз ему без сомнения удалось бы освободиться по крайней мере от 50 тысяч обременявших его долларов, если бы он не забыл своевременно написать своей подопечной два-три компрометирующих письма. Но он этого не сделал, и судебный процесс, который затеяла против него молодая особа, провалился из-за недостатка улик. А капитал Спрагенса все рос да рос, и его фебрис иголь на ушке сверблюдикус, этот недуг совестливых богачей, по-прежнему не получал исцеления. Вместе с калифом Спрагенсом в его особняке, стоимостью в три миллиона долларов, проживала его сестра Генриетта, которая некогда была стрепухой в харчевне для углекопов, обед из двух блюд за 25 центов, в Коктауне. А теперь, если бы пришлось ей здороваться с Джоном Митчеллом, Джон Митчелл, председатель американского профсоюза горняков, подала бы ему всего два пальца. А еще с ним проживала его дочь Селия, девица девятнадцати лет, только что вернувшаяся из пансиона, где высококвалифицированные педагоги обучали ее ресторанным языкам и наводили на нее прочий необходимый лоск. Селия и есть героиня нашего рассказа. Опасаясь, что фантазия художника, иллюстрирующего эти страницы, может внести в ее облик несуществующие черты, спешим представить вам ее авторизированный портрет. Селия была очень приятная собой, несколько долговязая, голосистая и вместе с тем застенчивая девушка с каштановыми волосами, бледным цветом лица, сияющими глазами и постоянной улыбкой на губах. От Джекоба Спрагенса она унаследовала любовь к простым кушаньям, свободным платьям и обществу представителей низших классов. Молодость и несокрушимое здоровье помогали ей легко переносить тяготы богатства. Рот у нее был большой и вечно набитый мятными леденцами, стучавшими о ее зубы, как град об оконное стекло, сладкий град, высыпанный автоматом в обмен на монетку в пять центов. Добавим к этому, что Селия отлично умела насвистывать матросские танцы. Запечатлейте, пожалуйста, в своей памяти этот образ, а художник пусть себе творит, что хочет в меру своих неспособностей. Однажды утром Селия выглянула в окно и подарила свое сердце юному возщику из зеленой лавки. Возщик не заметил сделанного ему подарка, ибо в этот момент занят был тем, что решал в положительную сторону вопрос о бессмертии души своей лошади, суля ей участь, уготованную на том свете нераскаившимся грешникам. Как прикажете иначе разговаривать с эдак и скотиной, которая не хочет стоять смирно, пока ты достаешь из фургона ящик со свежеснесенными яйцами? Вам, моя юная читательница, тоже понравился бы этот молодой возщик, но вы не подарили бы ему своего сердца, потому что приберегаете его для учителя верховой езды или для обувного фабриканта с больной печенью, или для того господина в сером твидовом костюме, с которым вы познакомились на пляже в Палм-Бич, и о котором можно было бы сказать, как о буфете из мореного дуба, скромно, но богато. Знаю я, знаю все ваши мысли, и потому я очень рад, что молодой возщик достанется сели они вам. Молодой человек из зеленой лавки был стройный широкоплечь и отличался такой же свободой и непринужденностью движений, как тот атлетический красавец, который на рекламном вкладыше в воскресный журнал примеряет новейшие ненатирающие плеч подтяжки. Серая велосипедная кепка, сдвинутая на самый затылок, чудом держалась на его белокурых курчавых волосах, а с его загорелого лица не сходила улыбка, за исключением тех минут, когда он проповедовал ломовым лошадям доктрину вечного проклятия. С драгоценными примерами овощного царства он обращался так же небрежно, как будто то была вялая морковь для дешевых столовок. А когда он брал в руки кнут, вам вспоминался мистер Таккет, демонстрирующий высший класс вехтовального искусства. Поставщики провизии проникали в дом через задние ворота со стороны кухни. Фургон зеленщика подъезжал ровно в десять часов утра. Три дня подряд Селия наблюдала из окна за молодым возчиком, когда он сгружал свой товар, каждый раз находя новую прелесть в том, как он равнодушно и даже презрительно кидал на зим отборнейшие дары-помоны, цереры и консервных заводов. Затем она поделилась своей тайной с Аннет. Но Аннет Маккорл, вторая горничная в доме Спрагенсов, заслуживает отдельного абзаца. Аннет в неимоверных количествах поглощала романы и мелодрамы, которые брала в бесплатной публичной библиотеке, основанной одним из самых крупных калифов, подвязавшихся в этой отрасли коммерции. Она была верной подружкой Селии и неизменной участницей всех ее проказ, о чем тетя Генриетта, будьте покойны, ничего не знала. «Ах, вы моя канареечка!» воскликнула Аннет. «Ах, как цинично! Ну, прямо для театра! Вы наследница миллионов и влюбились в него с первого взгляда! Ну, он, правда, очень милый и даже не похож на кучера, но он совсем не такой дон-желан, как обыкновенно бывают возщики из зеленых лавок. На меня он никогда не обращал внимания. «А на меня обратит!» сказала Селия. «Конечно, богатство!» начала Аннет, украдкой выпуская жало, издавна принятое на вооружение у прекрасного пола. «Ну, ты не такая уж красавица!» прервала ее Селия, улыбаясь своей широкой простодушной улыбкой. «Я тоже нет. Ну, хорошая или дурна, а влюбится он в меня, а не в мои доллары. Это я тебе обещаю. Одолжи-ка мне один из твоих передников и наколку». «Ах, вы моя кошечка!» воскликнула Аннет. «Понимаю. Ох, как прелестно! Совсем как в люлине-левше или в злоключениях пуговичника. Держу пари, он окажется графом». Вдоль задней стены дома тянулся длинный с одной стороны застекленный коридор или галерея, как более пышно именуют такие сооружения на юге, и по этой галереи каждый день проходил молодой возщик, относя свой товар на кухню. Однажды ему на дороге попалась девушка в переднике и крахмальной наколки. У девушки были блестящие глаза, бледные щеки и большой смеющийся рот. Но так как молодой зеленщик в эту минуту был нагружен одной корзиной с ранним латуком, а другой с томатами гигант, не считая трех пучков спаржи и шести банок с маслинами высшего качества, то он только мельком подумал, что вот, одна из горничных. Однако, когда он возвращался, девушка еще была тут, и, нагнав ее в конце коридора, молодой зеленщик услышал, что она насвистывает рыбачий танец, да так пронзительный звонко, что все флейты пиккола доводи семьи услышать, сами собой развинтились бы от зависти и попрятались бы по своим футлярам. Молодой зеленщик остановился и так далеко сдвинул на затылок свою кепку, что она повисла на задней запонке его воротничка. Вот это здорово, малютка, воскликнул он. Меня зовут Селия, с вашего позволения, отвечала свистунья, ослепляя его улыбкой шириной в три дюйма. Очень приятно, а меня Томас Маклеут. А где вы тут работаете? Я младшая горничная и убираю гостиные. А скажите, знакомы вам каскады? Нет, ответила Селия, у нас совсем нет знакомых, мы слишком быстро разбогатели, то есть я хочу сказать, мистер Спрагенс разбогател. Ну, ничего, я вас познакомлю, сказал Томас Маклеут. Это шотландский танец, двоюродный брат Матросскому. Если, слушая Селию, все флейты Пиккола признали бы себя побежденными, то искусство Томаса Маклеута самую большую флейту в оркестре заставило бы почувствовать себя глиняной свистулькой. Когда он кончил, Селия готова была прыгнуть к нему в фургон и ехать с ним все дальше и дальше до того последнего берега, где старый паромщик Харон держит свой бесплатный перевоз. «Я буду здесь завтра в десять-пятнадцать», сказал Томас, «с корзиной шпината и пачкой соды для стирки». «А я пока поупражняюсь в этих, как вы их там зовете», ответила Селия, «я могу свистать в Тору». В Тора второй голос в музыкальной партии, вторая скрипка. Ухаживание дело сугубо личное и не подлежит опубликованию. Подробный анализ этого процесса можно найти только в рекламах «Пилюль против малокровия» и в секретных инструкциях Женского консультативного бюро Древнего ордена мышеловки. Но некоторые его стадии может осветить и художественная литература, не вторгаясь в область рентгеновских лучей и полиции нравов. Настал день, когда Селия и Томас Маклеут задержались в конце галереи для серьезного разговора. «Шестнадцать в неделю — это, конечно, не бог весь что», сказал Томас, сдвигая свой картуз на самые лопатки. Селия обратила печальный взор на застекленную стену и начала насвистывать похоронный марш. Именно эту сумму она вчера заплатила за дюжину носовых платков, совершая покупки с тетей Генриеттой. «Но в том месяце я, может быть, получу прибавку», продолжал Томас. «Завтра буду здесь в обычное время с мешком муки и ящиком хозяйственного мыла». «Хорошо», сказала Селия. «Замужняя сестра Аннет платит всего двадцать долларов в месяц за квартирку в Бронксе». Селия в своих планах на будущее ни на минуту не рассчитывала на спрагенцевские миллионы. Она хорошо знала аристократические замашки тети Генриетты и властную натуру своего коронованного долларами отца и понимала, что если изберет Томаса, молодому возчику из зеленой лавки и его супруге, будет предоставлена полная свобода свистать в кулак. Прошло еще некоторое время и благолепную тишину на Бопа-Веню огласили переливы мечты дьявола, которую Томас искусно насвистывал сквозь зубы. «Вчера дали прибавку», сказал он, «буду теперь получать восемнадцать долларов в неделю». «Справлялся о цене квартир на Морнингсайт. Еще одна такая прибавка и уже можно будет тебе снимать передник и наколку». «Ах, Томми», воскликнула Селия, «А может быть и этого достаточно?» «Бетти обещала научить меня готовить дешевое печенье. Оно делается из крошек, собранных за неделю и называется «Бедный Питер». «Назови его лучше бедный Томас», предположил Томас Маклеут. «И я умею подметать и вытирать пыль и чистить медные ручки. Ну да, горничная ведь должна все это уметь, а по вечерам мы могли бы насвистывать дуэты». Хозяин сказал, что с Рождества повысит мне плату до двадцати долларов, если Брайан не придумает для республиканцев худшего названия, чем любителя откладывать в долгий ящик. «Я умею варить варенье из айвы», сказала Селия, «и я знаю, что когда приходит монтер проверять газ, нужно сперва спросить, чтобы он показал свой служебный значок, и я умею поднимать петли на чулках и шторы на окнах». «Вот здорово! Ты с Элли просто молочина! Да, я тоже думаю, что мы управимся на восемнадцать в неделю». Когда он уже садился на козлы, Селия, рискуя выдать себя, подбежала к воротам. «Томми, Томми», нежно позвала она, «еще я могу сама шить тебе галстуки, я только сейчас вспомнила». «И сейчас же забудь», решительно потребовал Томас. «И еще», продолжала Селия, «мелко нарезанные огурцы на ночь прогоняют тараканов». «И сон тоже», ответствовал мистер Маклеуд. «Если меня сегодня пошлют в Вестсайт, я загляну там в один знакомый магазинчик, присмотрю кое-какую мебель». Как раз в ту минуту, когда фургон Томаса Маклеуда отъезжал от ворот, Джекоб Спрагенс, как уже было описано выше, ударил кулаком по буфету и произнес свою загадочную фразу о десяти тысячах долларов, чем подтверждается общее наблюдение, что некоторые истории, равно как жизнь и щенята, брошенные в колодец, имеют тенденцию двигаться по кругу. Мы вынуждены поэтому дать здесь краткое разъяснение, проливающее свет на слова Джекоба. Фундамент своего будущего богатства он заложил, когда ему было двадцать лет. Один бедный углекоп слыхали ли вы когда-нибудь о богатом углекопе, скопил десяток другой долларов и приобрел небольшой участок земли на каменистом склоне. Он намеревался выращивать там кукурузу, но не вырастил и единого початка. А молодой Спрагенс нюхом чуял, где можно поживиться и нюх подсказал ему, что под этим участком проходит угольное жило. Джекоб сторговал участок у владельца за сто двадцать пять долларов, а через месяц продал его за десять тысяч. К счастью для углекопа у него еще оставалось немного денег, так что услыхав эту новость, он мог с помощью усиленного потребления спиртных напитков обеспечить себе удобную одежду с рукавами завязывающимися на спине. Вот почему спустя сорок лет Джекоба вдруг осенила идея, что если бы ему удалось возместить эти десять тысяч наследникам злополучного углекопа, то, возможно, мир и покой снизошли бы в его истерзанную душу. А теперь нам надо побыстрее развернуть действие, ибо в нашем рассказе уже имеются четыре тысячи слов, но еще ни одной пролитой слезы или вскрытого сейфа, ни одного выстрела или разбитой о чужую голову бутылки. Джекоб нанял десяток частных сыщиков и велел им разыскать всех, какие есть в живых, наследников старого углекопа по имени Хью Маклеот. Поняли теперь? Разумеется, Томас Маклеот окажется его наследником. Другой автор утаил бы от вас фамилию углекопа, но почему надо приберегать раскрытие тайны до самой последней страницы? Гораздо гуманнее раскрыть ее на середине рассказа, тогда кто не хочет, может и не дочитывать его до конца. После того, как сыщики гонялись по ложным следам на протяжении трех тысяч долларов, то есть, простите, миль, они окружили наконец Томаса Маклеуда в зеленой лавке и вырвали у него признание, что Хью Маклеуд был его родным дедушкой и что других наследников не имеется. Затем в одной из своих контор они устроили ему свидание со старым Джекобом. Джекобу молодой человек очень понравился. Ему понравилось, как Томас, разговаривая, смотрел прямо в глаза собеседнику. Ему понравилось и то, как он надел свою кепку на розовую вазу, стоявшую посередине стола. В искупительном плане старого Джекоба было одно слабое место. Он не сообразил, что для того, чтобы искупление было полным, ему придется покаяться в былых грехах. Поэтому при свидании с Томасом он выдал себя за агента, действующего от лица того человека, который некогда купил участок, а теперь желал бы для успокоения своей совести вернуть нажитое при продаже наследником обманутого углекопа. Хм, сказал Томас, что-то получается похоже на новогоднюю открытку с надписью «Мы тут очень весело проводим время». Но я не знаю правил этой игры. Сразу выдают тебе десять тысяч долларов, или надо еще набрать сколько-то фишек. Джекоб поспешил отсчитать ему двадцать кредитных билетов по пятьсот долларов. Ему казалось, что так будет эффектнее, чем если он напишет чек. Томас задумчиво спрятал деньги в карман. «Ну что ж», сказал он, «большое спасибо дедушке этому господину, что вас послал». Но Джекобу не хотелось сразу его отпускать. Он стал расспрашивать, где Томас работает, как он проводит свой досуг, какие у него планы на будущее. И чем больше он узнавал о Томасе, тем больше тот ему нравился. Такого простого и честного юноши он еще не встречал среди багдадской молодежи. «Заходите как-нибудь ко мне», сказал он, «могу дать вам полезный совет, в какие бумаги вложить ваши деньги или как их лучше пустить в оборот. Я сам очень богатый человек, у меня есть почти что взрослая дочь, и я хотел бы вас с ней познакомить. Заметьте, я далеко не всякому позволил бы ее посещать». «Очень признателен», сказал Томас, «но я как-то не привык делать визиты. До сих пор мои визиты были все больше из черного хода. А кроме того, я обручен с одной девушкой. И это, знаете, такая девушка, что лучше ее и на свете нет. Она работает горничной в одном доме, куда я доставляю товар. Ну да уж теперь недолго будет там работать. Не забудьте передать вашему приятелю сердечный привет от дедушки. А теперь извините, меня фургон дожидается, надо еще кое-куда отвезти зелень. До свидания, сэр». В одиннадцать часов Томас сдал несколько пучков пастернака и латука на кухню в доме спрагенсов. Томасу было всего двадцать два года, и поэтому он не отказал себе в удовольствии, уходя, вытащить из кармана пачку банкнотов, каждый достоинством в пятьсот долларов, и помахать ими перед носом Аннет. Глаза у Аннет стали круглые, как луковицы, запеченные в сметане, и она поспешила на кухню поделиться впечатлениями с кухаркой. «Я говорила, что он граф», воскликнула она, окончив свой рассказ, «на меня он никогда не обращал внимания». «Граф», переспросила кухарка, «да ведь ты говоришь, он деньги показывал». «Сотни тысяч», подтвердила Аннет, «горстями доставал из кармана, а на меня никогда даже и взглянуть не хотел». «Это мне сегодня заплатили», объяснял тем временем Томас с Селли, стоя с ней в конце галереи. «Наследство после дедушки». «Слушай, Селли, чего нам еще ждать? Я сегодня же возьму расчет в зеленой лавке. Отчего бы нам не пожениться на будущей неделе?» «Томми», сказала Селли, «я не горничная, я тебя обманывала. Я мисс Спрагенс, Селли Спрагенс. В газетах недавно писали, что со временем я буду стоить сорок миллионов». Томас поймал свою кепку где-то на затылке и в первый раз с тех пор, как мы его знаем, аккуратно надвинул ее на лоб. «Так», сказал он, «это значит, одним словом, как я понимаю, это значит, что мы не поженимся на будущей неделе». «Но свистать-то вы все равно здорово умеете». «Нет», сказала Селлия, «мы не поженимся на будущей неделе. Папа ни за что не позволит мне выйти замуж завозчика из зеленой лавки. Но если ты хочешь, Томми, мы поженимся сегодня вечером». В девять тридцать вечера Джекоб Спрагенс подкатил к дому в своем автомобиле. А марки автомобиля и других его качествах догадывайтесь сами. Мы лишены возможности это уточнить, ибо предлагаем вам здесь чистое искусство, не запачканное субсидиями от автомобильных компаний. Вот если бы Ридж шла о трамвае, тогда мы могли бы со спокойной совестью описать его вольтаж и число осей и прочее тому подобное. Джекоб пожелал видеть дочь. Он купил ей в подарок рубиновое ожерелье и жаждал услышать из ее уст, какой он добрый, заботливый и милый папочка. Произошла небольшая заминка, пока Селию искали по всему дому, а затем явилась Аннет, пылая чистым огнем правдолюбия и преданности с некоторой примесью зависти и актерства. О, сэр, воскликнула она, мысленно примиряясь, не следует ли ей пасть на колени. Мисс Селия только что убежала из дому через черный ход. Ее увез этот молодой человек, который хочет на ней жениться. Я не могла ее удержать. Они уехали в Кэбе. Какой еще молодой человек, загремел Джекоб. Миллионер, сэр, переодетый граф. У него денег полны карманы, а красный перец и лук были только для отвода глаз. На меня он никогда не обращал внимания. Джекоб ринулся к парадной двери и застал свой автомобиль еще у подъезда. Шофер замешкался, пытаясь на ветру закурить папиросу. Эй, Гастон или Майк или как вас там, живо гоните вон за тот угол, а увидите Кэб, остановите его. За углом на квартал впереди маячил Кэб. Гастон или Майк, скосив глаза на нераскуривающуюся папиросу, пустился за ним следом, догнал и аккуратно претиснул к обочине. Ты что в уме? заорал Кэбмен. Папа! взвизгнула селия. Да, вишний агент, удивился Томас. Опять, что ли, дедушкиного приятеля угрызает совесть? Интересно, теперь за что? Ах, чтоб тебя потухло, сказал Гастон или Майк, а спички все. Молодой человек, строго попросил Джекоб, а как же с этой горничной, с которой вы обручены? Два года спустя старый Джекоб однажды утром вошел в кабинет своего личного секретаря. Объединенное общество миссионеров просит вас пожертвовать 30 тысяч долларов на обращение корейцев в христианство, сказал секретарь. Отказать, ответил Джекобс. Пламбельский университет напоминает, что ежегодная субсидия в 50 тысяч долларов, которую вы им даете просрочено. Напишите, что я ее отменил. Вот письмо от научного общества по исследованию моллюсков Лонг-Айленда с просьбой дать им 10 тысяч долларов на спирт для препаратов. Бросьте его в корзину. Общество по организации здоровых развлечений для фабричных работниц просит 10 тысяч долларов на устройство поля для гольфа. Пусть обратятся в похоронное бюро. Прекратить всякие пожертвования, продолжал Джекоб. Хватит с меня добрых дел. Теперь мне дорог каждый доллар. Напишите директорам всех компаний, которые я контролирую, и скажите, что я предлагаю им снизить заработную плату рабочим и служащим на 10%. Кстати, сейчас, проходя через холл, я заметил, что в углу валяется обмылок. Скажите уборщице, что нельзя так расшвыривать добро. Я не могу сорить деньгами. Да, вот что, монополия на уксус в наших руках. Вся американская компания пряностей и приправ в настоящее время контролирует рынок, ответил секретарь. Повысить цену на уксус на 2 цента за галлон. Сообщите по всем отделениям. Внезапно красное пухлое лицо Джекоба Спраггинса расплылась в улыбке. Он подошел к столу секретаря и показал ему крохотное розовое пятнышко на своем толстом указательном пальце. Укусил сказал он и как еще укусил то даром что и трех недель нет как зубки прорезались. Джеки Маклеуд сынишка моей сели этот мальчик к 21 году будет стоить 100 миллионов уж я то постараюсь их для него наскрести. В дверях Джекоб приостановился и добавил а цену на уксус пожалуй лучше повысить не на два а на три цента. Заготовьте письма через час приду и подпишу. Летописец подлинного калифа Гаруна Аль-Рашида сообщает что в конце своего царствования этот монарх потерял вкус к благотворительности и велел отрубить головы всем своим прежним любимцам и спутникам в ночных прогулках. Счастливы мы что в наш просвещенный век смертные приговоры калифов принимают более мягкую форму счета из лавки. Если вам нужно утеплить и отделать лоджию положить ламинат устроить подиум в квартире смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона установить дверь купе произвести другие отделочно-строительные работы то вы можете сделать заказ по телефону 8903 689 3623 3 3 4 4 3 Продолжение следует...